Здравствуйте, дорогие друзья! Перед нами новая неделя. Рож-ходыш в понедельник, месяц Адар. Меняется опять духовность мира. И мы начинаем опять с очень важного вопроса. Прежде чем изучать все законы, надо понять одно. Есть два варианта развития событий. Вот сначала надо с ними определиться. Мир создан, есть создатели, все не случайно. Или все случайно, создателя нет. Но это как в анекдоте. Существует известная притча. Один атеист пришел к мудрецу и увидел у него прекрасный пергамент, покрытый тонкой арабской вязью. Кто написал это, говорит, он потрясающе. Ветер опрокинул, бутылку чернил, они разлились, и вот это рукопись. Мудрец говорит, ты насмехаешься надо мной? Ты не можешь утверждать, что этот прекрасный, сложный текст, который там с переходами создан случайно? Он говорит, ну ты же говоришь, что прекрасный, сложный мир создан сам собой. То есть люди не верят, что может само собой перевернуться бутылкой и написать стихотворение, но верят, что все остальное, включая их самих, создано случайно. Поэтому мир создан, тут надо понять это, в этом продвинуться, и дальше идти уже можно. Потому что если мир создан, значит есть цель, есть награда, есть наказание. В награду верят, в наказание не всегда. Я уже приводил цифры, просто сейчас они поменялись. Очень интересный опрос опять был, люди верят в ад и рай. Все, ад это для детей, неинтересно. В рай верят 60%, а в ад 20%. А как это может быть такое? Ведь одно без другого не работает, так мир устроен. Поэтому теперь важно понять, как управляет Бог нашим миром. Итак, Бог есть, есть хозяин, есть, назовите его создательным, творцом. Первое, что мудрецы говорят, надо управлять весельем. Миром надо жить с весельем. Это не шутка. Слово веселье появляется в первый раз в словах Лавана Арамейца. Когда он сказал, с весельем и песней. По гематрии это сколько равно? 913. То есть слово в начале соответствует тому. Поэтому можно написать так. Слова с одинаковой гематрией можно поменять. С весельем и ликованием сотворил Бог небо и землю. Поэтому, если он с этим сотворил, значит с этим идти лучше всего. Творение делится на небо и землю. Таковы два измерения во всем. В каждом, в любой точке. Небо, земля, душа, тело, духовное, материальное, свет, сосуды и так далее. Сотворение мира, написал рабе из Чернобыля. Почему еще надо быть веселым? Потому что человек он или веселый, или гневный обычно. А гнев, разгорающийся в человеке во время добывания жизненных средств, приравнивает средства, которые добыток и дал поклонству. Из которого запрещено избегать пользу. Вот по этой причине, даже если человек добудет деньги с некоторой помощью, гнева, злости, то в конце концов он потеряет их. Так устроен мир. Хорошо известно, кстати, что гнев весьма отрицательно сказывается на материальном положении человека. Надо во всем полагаться на Бога. Больше ничего. Написано у нас, что благословить тебя Господь и охранить тебя. Есть история об одном парне брачного возраста. Он подошел к своему наставнику, Мажгеху Ильягу Люпиану. И сказал, я прошу разрешения уйти из Ишивы и начать учиться профессии. Я буду учиться, текст свитки торописы. Спросил Раф, а почему? Он говорит, я надеюсь обучиться. Скоро будет семья у меня и у меня будет профессия. А тот говорит, а кто тебе сказал, что ты скоро обручишься? Может, ты останешься холостяком? Парень заволновался. Он говорит, почему? Ведь сказано, что от СШМ, а женщина мужчина и так далее уже. Да, сказал Мажгех, а кто сказал, что семья разрастется и у тебя будут дети? А может, ты, не дай бог, будешь бездетным? Заволновался сильно парень. Почему Мажгех в черном свете все рисует? Он говорит, АШМ поможет. Ты прав, сказал Раф, но кто тебе сказал, что профессия, которую ты будешь обучиться, хочешь обучиться, имеет спрос и что будешь... Парень вообще в шоке. Говорит, так Бог поможет. Улыбнулся Мажгех и сказал, пусть услышит твои уши, что говорит твой род. Тебе нужна помощь Бога, чтобы найти жену, помощь Бога, чтобы родить детей, помощь Бога, чтобы подыскать работу, здоровье, счастье. Во всем тебе нужна помощь Бога. Но только в заработке ты хочешь помочь ему подсказать, как работать. Продолжай учиться в Ешиве и все будет хорошо. Это история жизни и конец ее очень хороший. Парень остался и стал большим мудрецом. И сейчас он руководит большой общиной. Поэтому тут надо понять, что мы находимся в мире, в котором все открыто, но просто мы не можем отдернуть эти шторки. Нам все время кажется, что вот то, что мы видим без шторок, так и иное есть. Мы должны бороться чуть-чуть. И то, вот, Любович Кирайба сказал уникальные слова. Мы дневные работники. И наша задача распространять свет. Мы не можем растачивать свою энергию на борьбу с тьмой. Надо создавать день, а ночь постепенно исчезнет. И мир поменяется, и шторки одернутся, и мы увидим настоящего хозяина. Брахава от слаха.